Доброго вам времени суток! Говорит с вами гроссмейстр Алексей Ермолинский. Разговор пойдет о продолжающемся турнире серии Гран-при в Иерусалиме. Определились участники финала. Ян Непомнящий, который героически сумел одолеть главного конкурента Максима Вашьева Грава. Теперь ему предстоит сражаться с китайским гроссмейстером ВАИ. Вот я хочу поговорить, кстати, о матче, который ВАИ выиграл Навары. Поскольку столько было сказано и прокомментировано по поводу матча Непомнящий Вашьева Графта. Мне, в общем-то, нечего просто добавить. Так что, наверное, лучше будет, если мы посмотрим менее известные партии. В общем, матч обещал быть очень интересным. Оба шахматиста играли здорово. И, в общем-то, ожидания свои они перевыполнили. По крайней мере, ожидания экспортов. Дошли до полуфинала. Первая партия тоже была интересная. Навара, в общем-то, уравнял черными, имел хорошую позицию. Но я как-то ее пропущу. Начнем, пожалуй, со второй партии в основное время классического, с классическим контролем времени, где Давид Навара играл белыми. Ну, в общем-то, он должен был ожидать защиты Грюнфольда. Поскольку в ИЕ ее постоянно играет. Вот мы даже когда-то с ним давно сыграли, с ВИЕ. Он еще был совсем молодой. 14 лет ему было. Но рейтинг у него уже был заобычный тогда. И все его прочили уже тогда в чемпионы мира. У нас была интересная партия. Там тоже Грюнфольд был. В ничью мы сыграли. С удовольствием вспоминаю эту партию. Ну вот, Давид выбрал русскую. Того, что он не помнит, чего так здорово получилось. Первой партией против Вашьева Грава. Но ВИИ-то избрал другой вариант. Он пошел на венгерский вариант. Схода А6. Я, наверное, с этим вариантом наиболее знаком. По сравнению с другими. Поскольку сам всегда играл А6. Ну, вы знаете, петербургская школа, разумеется, там, Свидлеров. Но не то, что мы выросли из Свидлера. Может быть, даже Свидлер из нас вырос. Из более старшего поколения. Но, конечно, он достиг такого искусства. И не только в защите Грюнфольда. Что остается только снять шляпу. Но занимались мы много ходом А6 в свое время. Когда еще теория была не особенно разработана. Ну, вот. Тут такое дело, значит. С5 играется. Ну, конечно, черные могут пойти с Вомбой 7. Это ход достаточно известный. Наверное, где-то близко там к уравнению. Но конь здесь... Здесь вообще-то... Я всегда думал, что белому нужно продолжать Е5. Но вот в этой позиции интересный ход был применен Свидлером как раз против Иванчука. А5. Ну, понятно, что это не то, чтобы жертва пешки на Б5 сразу. Конечно, Ферзиом брать это полное безумие. После слона А6. Но вот когда белые играют так, то своевременный ход Е6. Здесь Иванчук взял и, наверное, эту пешку забрал на Б5. А уж дальше не помню, что было. Но как-то черные уравняли. В общем-то, правильно, конечно. В Грюнфельде надо всегда действовать агрессивно. Что Ваея продемонстрировал. Правда, сказать, что он своим умом здесь до всего дошел, я думаю, нельзя. Поскольку, в принципе, он повторял очень интересную, замечательную партию, сыгранную два года назад, по-моему, на чемпионате России. Между Сергеем Волковым и Александром Рязанцевым. Было сыграно конь Ж4. Ну, теперь С6. И черные жертвуют фигуру. Шах дает. Ну, и развивается С1 Е6. Ну, удивительно, что в Грюнфельде, как черные, могут играть без материала. Всю жизнь играет этот дебют, до сих пор сам поражаясь. Как же так выходит? Ну, здесь, конечно, всего одна пешка за фигуру. Но, правда, С1 чернопольный оппонент не имеет. Белый королец здорово застрял на Ж1. Водья там на Аш1 и так далее. В общем, Волков попытался пойти в Ферзь С2. Нарвался на Водья С8. Ну, разумеется, Б4 угрожает. И пошел он здесь в конь Ж5. Ну, бить на Е6 так получается. Пешка Ф2 попадает под удар. И Б4 по-прежнему грозит. То есть белые сразу потеряют все назад. Поэтому Волков попробовал Ферзь Д2. Получился такой ход теперь. Но все равно страшно. Просто Водья приходит на Ж5. Попробовал Ф4. Но здесь стало еще хуже. Замечательный отвлекающий удар. Если взять Водью. Слон Д4. Шаг Ферзь Ф2. Мат. Это мы видим, наверное. После этого хода мат тоже последовал. Только еще более пикантный. Ну, этот шаг, разумеется, возможен. Поскольку слон связан. Но вот этот шаг уже очень творческий. Белые берут. И слоны матуют. Красиво просто. Очень красиво. Но я не знаю, как такую партию можно было пропустить при подготовке. Не знаю, честно говоря, что Навара думал. Ему пришлось здесь собраться с силами. И хорошо, что позиция еще у белых не проиграна. И он здорово играл. Пошел конь Ж5. Забрал. Но теперь Ферзь защищает от мата. Поэтому можно защитить на Ф2. Нормально. Потому что Ферзь Ж5, Ферзь Ж4. Но, тем не менее, все продолжается. Теперь Ферзь Ж5 опять грозит. Аж три абсолютно вынуждены. Этим ходом напали снова на Ф2. Отдавать эту пешку, понятное дело, нельзя. Ну, и теперь тривиально. Черные просто отыграли фигуру. Честно говоря, приводены Аж два. И вообще такая активность у черных. Казалось, что вообще белым плохо. Но вот в этот момент нужно все-таки похвалить Давида Навара. Но он боец. Даже если вот не пошло в дебюте в Миттершпиле, но он бьется до конца. И здесь он сумел как-то справиться с проблемами. Проблемы-то не шуточные были. Как только это ладья подойдет поближе, в общем, просто защищаться будет невозможно. Но он нашел С4. Значит, сдал эту пешку на А2. И поймал черных на размену. Ну, получилось, что у ВАИ ничего не было лучшего, как играть в один НЖП с лишней пешкой. Но довольно профессионально Давид его защитил. Ну, это и должна быть ничья. Три против двух. Ну, что ж, обошлось. Обошлось. Но следующая попытка уже была сегодня, 19-го числа. Следующая попытка победить ВАИ в Грюнфольде. Так получилось, что по жребию в первой партии Рапида Давид Навара играл белыми. Но здесь он решил попробовать такой анти-Грюнфольд, английский. Но вместо обычного хода ферза А4 шахом пошел ферз Б3. Ну, в общем-то, он так уже и играл. Поэтому, наверное, это, опять же, с сюрпризом не было для ВАИ. Он очень здорово подготовлен везде, особенно в Грюнфольде. Ну, вот ход конь Б6. Ну, разумеется, это может быть не идеально. Идеально всегда побить на Ц3, Ц5, атаковать. Но пока еще пешка стоит на Д2. Ну, в общем, не получалось это. Но при коне на Б6 белые теперь пытаются вот так вот расставиться. Но все-таки ферзь, конечно, на не очень удачном положении. Поэтому пешка Д4 попадает сразу под атаку. Ну, вот кто-то нашел. Может, это был Навара сам 6 лет назад, а может, что-то другое. Нашли такую идею. Отнять полица 6 у коня. Быстро пойти конь Ж5, напасть на Ф7. Теперь вернуться и взять коню. Но здесь на Д4 брать невыгодно. А в ответ на ход коня А6, который против Навара сделал шахматист по фамилии Рис. И потом так Мобедяров играл. Почему у белых как-то неожиданно получается все. Вот этот ход, который, ну, нормально был бы невозможен. Но поскольку слоны белопольные разменены. Все-таки вызывает ослабление черного короля. И когда Рис попробовал решить проблему ходом Ж5, то ему отдали фигуру, и Навара развил страшную атаку, выиграл прекрасную партию. Ну, что ж, хорошо. Но как-то все-таки рассчитывать на то, что ВАИ этого не знает, наверное, было слишком оптимистично. ВАИ пошел Ц5. Это, кстати, не новинка. Этот ход уже делался многими, включая Вашьева Аграва, другого крупного специалиста по грандфильду. Значит, кони уходят. Ну, две пешки, но это шах. Ну, Б4 ходить, наверное, просто плохо. Я, честно говоря, не знаю, докажу ли я тут сразу вариантами, как я буду ловить этого Ферзя. Ну, в общем, в крайнем случае, уж ладье я точно заберу. И пешку на Б4. Ну, в общем, конечно, у черных полный порядок. Слон Д2-то лучший ход. Но тогда Ферз А6. Ну, вот теперь что получается? Против Вашьева Аграва Гаевский польский гроссмейстер взял, пошел Ц6. Но здесь слон Б2 проходит, поскольку конь Е5 готовит вилку на Д3. Белые этого избежали, но по большому счету пешку им на Ц6 держать не удалось. Удивительным образом, однако, Гаевский эту партию выиграл. Получилось довольно хитро. То есть здесь он взял... Ну, естественно, слоном бить нельзя. Там на Б8 побьет и фигуру выиграет. Что взять пешкой? Тогда слон Е3. Ну, как-то пешка на А7. Ну, в принципе, я думаю, что Максим просто считал, ну, как можно в Гринфельде проиграть без пешки. Он пошел довольно так беззаботно, король Ф7. Ну, пешку забрали и как-то постепенно Белые выиграли. Лучше, конечно, было пойти в А1-Ц2. Ход совершенно напрашивающийся. Разница в том, что водя на А8 может уйти, слон на Б2 защищен, а после этого пешка сразу на А2 теряется. Ну, Белые ничего не могут сделать с этими фигурами. Никакой Е2 вообще ходов не имеет. Поэтому, в принципе, позиция равная, ничейная. Может быть, вследствие этого Навара предпочел ход С6. Ну, вот такая позиция получилась. Ну, в общем, если вы, дорогие товарищи, Гринфельдисты или пытаетесь таковыми стать, ну, вот это вам нужно как-то принять всей душой такого рода позиции за Черного. Да, без пешки, но слон же СМ открыт. Белые немножко продвинулись Е4. Может быть, далековато. Для Митрешпиля неплохо, для Айншпиля так себе. Конь на Ж5, понятное дело, что никто его не пришел поддержать в атаке. Ну, вот надо играть такие позиции. Ну, как? Вот посмотрите, как Ве играет. Очень активно. Зашел на Б2, напал. Вернулся. И теперь очень сильный ход. Конь С6 на Б4. Ну, вот атакует на А2. Постоянно, каждым ходом атакует. Ну, я не знаю, малодушным решением было бы разменяться, но так, чтобы хуже не было. Ну, тогда надо ходить А4, но здесь преимущества вообще никакого нет. Проходная пешка ничего не значит. Она заблокирована. Черные могут на Д3 зайти в ладью, и кони не могут закрепиться нигде. Ну, с той пешкой на Е3, ну, хоть конь Д4 можно было бы пойти. Тоже, конечно, непонятно, но, по крайней мере, хоть что-то. А так, у черных полный порядок. Поэтому Давид пошел А3. Ну, вот тут, вроде так, хотел, чтобы тактика сработала. Но тактика у него не сработала. Увы, колоссальное тактическое зрение. То есть, пешку он спокойно взял, хладнокровно. Поскольку имел в виду этот удар, конь С1. Ну, можно зевнуть, конечно, какой-то тут, в общем, по первому ряду маты. Это пешка Б4 отрезает свона, то есть, конь Е1 от мата не прикрывает. В общем, все проходит за черным. Пришлось разменяться. Пешки-то лишней уже нет. И вообще можно на Е4 потерять. Еще слонный опять жуткий. В общем, я могу сказать, что в условиях вот быстрого контроля, ну, я не знаю, огромное количество людей проиграли бы здесь безропотно, без звука. Ну, потому что тихий ужас, конечно. Получить такую позицию, ну, ничего, в дебюте не вышло, Миташпили не вышло, ну, время, наверное, заканчивается уже. Ну, вот Навара, он боец, вот он прекрасно просто, как он сражается в таких позициях. Гениальный ход на Б5. Главное, слона ввести в игру. И отступил. Ну, вот здесь как-то они сделали несколько ходов, позицию стабилизировали более-менее, и конь Д2. Я думаю, критический момент. ВИ немножко здесь не осознал, что роль его слона на Ж7 уже закончилась. Надо было вот именно сейчас его разменять. Черным нужен один размен. Для того, чтобы как-то спокойнее подводить короля туда, чтобы уменьшить тактики, ну, как-то пытаться реализовывать эту лишнюю пешку. Кстати, о тактике. Проходят все. Не можете ее бить на С6. Все-таки там две фигуры, наверное, Владива обыграют по четыре пешки. Придется взять. Ну, это хорошо. Ну, вы, может, скажете, ну, как, Влади Айсвон сильнее, чем Влади Айконь. Ну, это смотря как. Если проходные пешки есть, скажем, у белых, да, там другой разговор. Здесь проходными пока и не пахнет. А Влади Айконь могут там какую-то тактику навести. В общем, у черных хорошие шансы на выигрыш. Дать какому-то технарю в руки. Ой, не знаю, спасся ли бы Навара. А вот здесь, после ленивого хода король Д7, вот у него появилась контр-игра. И очень здорово он играл. Очень здорово. В общем, заход за пешкой аж два ни к чему не привел. Ну, пришлось перестроиться. А слона этого он вытесняет. И начинает беспокоить Владью. В принципе, задача, конечно, черного короля была не на Е6 прийти. На Е6 может красиво стоит. Надо было на Б7, куда-то, в тот район, чтобы Владью освободить. А так вот не получается. Ну, пришлось попробовать Владью ворваться в тылы. Но король С4. Теперь конь не сумел защитить пешку. Ну, это просто удивительно. Блестяще просто Навара защищался. Но осталось пойти Д5. В этой позиции Давид не испугался поставить свои фигуры в такое, ну, скажем, неудобное положение. Ну, что вы? И опять же действует по тому же принципу. Да, Владья и Слон, правильно. Но Владья с конем тоже хорошо координируют. Особенно в атаке на короля. Идеально получилось. Даже с отданной пешкой. Посмотрите, чего он добился. Сейчас он пойдет еще куне Е5 шаг. Ну, как он и пошел. И, в общем-то, пришлось идти в ничей на Владей на Эншбург. В 5, а так далее. Блестящая защита. Ну, теперь вот что получается? Где награда, да, за такую прекрасную игру? Сейчас предстоит партия черными по 25 минут. И она у Давида совершенно не получилась. Он просто, просто был, был в последней партии разгромлен. Сейчас я вам ее покажу. Одну секундочку. Надо сегодня три партии показать, успеть побыстрее. Ну, ВАИ, то есть вроде бы черными, так он главный теоретик, там все изучил до конца. Но белыми, как Магнус Карлсон завещал, можно играть все, что угодно, поскольку белыми мы сразу получим игровую позицию. И вот он выходит куда-то по заветам Ретти тоже. То есть Магнус Карлсон и Рихард Ретти. Следуя таким двоим гениям, можно далеко пойти. И вот здесь, ну, первый ключевой момент. Наверное, Ц5 все-таки оптимистично. Ну, все-таки старина Ласкер как против Ретти Стайл, да? Ц6 пока. Ну, можно, конечно, со свона Е7 начать. Пойти Ц6, может быть, потом. Надо закончить развитие. Ну, Ц5, конечно, вроде бы так привлекательно выглядит. Поставим коня на Ц6, но оказалось, что это не очень хорошо. Очень сильный ход сделал Ваи, конь Е5. Главное, что он свона оставил на Ф1. Идея появилась вот здесь. Что когда, ну, будут все эти размены, черные выиграют пешку. Допустим, прямолинейно вот так вот выиграют пешку и проиграют партию. После СВМ Б5. Наверняка. Вот. Но, тем не менее, взять это было возможно. Просто надо было посмотреть, чтобы взять слоном. Здесь секрет заключается в том, что после вынужденного размена СВМ Б5 играть нельзя. Ферза 5 шаг. Ну, что вы думаете? Вы это я думаю, что он рассудил так, что я с моим слоном на Ж2 не пропаду. Опять же, черные, вот пешка, ну, вот вернулась бы она на С6 сейчас. Была бы крепкая позиция, Белому еще доказывать надо было бы. А так пойдет Вадьяна на Д1. Как эту пешку защищать на Б7 вообще непонятно. Три нуля ходить, ну, это можно дождаться там против такого СВМа. Ну, в общем, Давид, видимо, погоревал уже и ушел СВМ на А7. Ну, вот здесь проблемы. Ну, идти на какую-то староиндийскую структуру, ну, все-таки СВМ на А7 стоит ужасно. Я вот прикинул какой-то вариант типа такого. Ну, что вообще черные делают? Ну, они, ну, хорошо, воспрепятствовали ходу С3, но на ферзьевом фланге ничего нет. СВМ на А7. Ну, белый СВМ-то вернется, СВМ С1. По крайней мере, белым играть намного легче. Черных очень серьезные проблемы. Ну, что еще делать? СВМ на А7 пойти, вот тогда коню на Ж8 отступать. Тоже нежелательно. Белый, кстати, могут здесь не церемониться вообще. Сразу двинуть С4. Заберете там. Ну, наверное, ферзь Ф3 пойдет сразу или после размены. Ну, так или иначе. Очень сильно выглядит. Вот, поэтому был сделан ход ферзь Д2. Конечно, если Е5 наступлю на Д7, все отлично. Вот ЕД и шаг. Надо же. Забыл, Давид, про развитие. Ну, теперь что делать вообще? Ферзь Е7 вообще пешку на Д5 потеряешь. Ну, пошел так, но теперь разрушенный королевский фланг. Ужасная позиция. Связанный слон. Ну, пытался прикрыть линию Е. Надеялся, может быть, успеет в 3-0 уйти. Ну, разве же тебе дадут? Блестящая жертва качества. Ну, классика. Разноцветные слоны. В ладе черных не играют. Да тут еще король в центре. Ну, в общем, полный разгром. Несколько ходов было сделано. Ну, хоть у ладе А7 конечно уже сам сам за себя говорит, что черный совершенно безнадежный. Ваид добил таким образом. Отступил слон Ф3, чтобы слон Аш5 пойти. Выиграть этого несчастного слона на Е7. Ну, а здесь зашел конем на С6 и теперь будет играть в финале. Ну, что ж. Значит, галантный француз что сказал? Он сказал, буду болеть против Яна в финале, но если Ян выиграет, то по заслугам. Ну, вот под этими словами мы должны все подписаться, я думаю. И давайте смотреть финал. А я с вами поговорю еще, когда финал закончится. Ну, что ж. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok